Друзья, всем маткульт привет! Ну у меня для вас просто, что называется, ошеломляющая новость. Ну как для вас, для нашей семьи ошеломляющая новость, но порадуйтесь вместе с нами. Светлана Савватеева поступила в сборный мат-класс, в седьмой класс, который собрали из, значит, ну трех разных мат-классов, ну плюс еще кто пришел сдавать отдельно в шестом классе из других школ. Ну, появился такой вот, ну типа супер-класс, типа Мишкиного в 179-й, когда Мишка поступил в седьмой класс. Тоже мы тогда что-то разбирали, по-моему, на канале. Ну и мы, в общем, решили, что пора героя пригласить. Маткульт, привет! Светлана Савватеева выходит в эфир. Не могу сказать, что впервые, потому что когда Света была в первом или втором классе, мы там один ролик записали. Да. Но это было так давно. Я разбираю у делителей числа 100. Делителей числа 100. Дал задачу Свете найти все делители числа 100. Ну, я вот проверяла, я считала от четверки до 100. Сегодня у нас будет не делитель числа 100. Сегодня будет листочек, который называется «Двудольные графы». Этот листочек, у него такое свойство, что он решался и сдавался, а в то время, когда я был в сплошных командировках, поэтому Света даже сверить не могла то, что она там нарешивает. Но решила все и все сдала. Ну, разбери что-нибудь выборочное, что хочешь. Или все подряд, если... Как это сказать? Как хочешь. Мне объясняй. Я буду, я буду, типа, тупой этот самый... Ну, как... Либо я буду, ну, тупой, значит... Либо слишком умный проверяющий. Либо я слишком умный проверяющий, и что-то буду такое спрашивать. Да. Да. Поехали. Тема «Двудольные графы». Двудольные графы. Так как Света планирует стать учительницей младших классов, то вот как бы тренировка весьма полезна. Да. Вообще, я сейчас кратко расскажу, что такое двудольные графы. Ну, вы, наверное, знаете, что такое графы. А двудольные графы – это граф, который можно вообще поделить на две большие части. Например, мальчики и девочки. Учащиеся первого класса, учащиеся второго класса. И много вот таких больших примеров. Но ты не договорила. Когда можно истинять на две доли. И что с этими частями? А, эти части соединяются между собой и, возможно, внутри себя. В зависимости от задачи. То есть... Двудольный граф обычно не соединяется внутри себя. Почему? Нет. Обычно только, если я правильно говорю, определение такое, что двудольный граф – это граф, в котором можно разделить на, значит... на два куска, и все ребра проходят только между кусками. Нет. Да ладно. Угу. Так. Я поплыву, хоть и шансов мало. Ты же не умеешь плавать. Я же говорю, шансов мало. Мультфильм «Мадагаскар». Эпиграф. Это эпиграф к листочку вместо определения двудольного графа. Нет, ну ты что, серьезно говоришь, что вам давали определение, что двудольный граф – это... Ну, как бы, просто иначе это произвольный граф. Из-за того, что ты сказала, ну, это произвольный граф, можно разделить там. То есть... Ну, вот мы... Двудольный – это когда все ребра проходят только между двумя. Ну, вот, например, вот задача. Нет, ну, хорошо. Каждый с руком заестью и семью из себя. А. Ну, хорошо. Но это не означает, что в этой задаче двудольный граф. Ты пойми. Я знаю, что двудольный граф тебе поможет. Да. Но двудольный все-таки это тот, который на две части, ребра только между ними. Ну, хорошо, давай. Ну, по теме. Неважно, да. Задавай задачки. Да. Задача первая. Краткое условие. У нас в классе каждый мальчик дружит с тремя девочками. Так. А каждая девочка дружит с четырьмя мальчиками. Вот так. Это, конечно, не романтическая дружба, иначе это бог знает что. Да, хорошо. А, 17 любят играть в матбой, а в классе всего 13 столов, за столом сидит один или два человека. Это так нам замаскировали, что минимум человек в классе 17. Нет, подожди. Значит, еще раз. Ой, человек в классе 17. Целиком вся задача. До 26. В классе каждый мальчик дружит с тремя девочками, а каждая девочка с четырьмя мальчиками. 17 из них, это из кого? Из мальчиков или из девочек? Из всех. Из всех. Любят играть в матбой. И в классе 13 столов. Да. А за столом сидит один или два человека. Все условия нужно проговорить целиком. А, хорошо. Это уроки. Как это? Уроки преподавания от отца. Так. Сколько всего ребят в классе? Да. 17 из них любят играть в матбой? Так мы можем понять. В классе 13 столов, и за столом сидит один или два человека? Да. И это все? Да. Так мы можем понять, что у нас в классе минимум 17 человек, так как у нас в 17 любят играть в матбой. Капитан Очевидность говорит, что да. Но так как же у нас их максимум 26, так как за столом сидит максимум 2 ученика, а у вас в классе 13. Так. Значит, мы знаем, что вот это количество... Неизвестное количество. Общее, да. Обозначил его как бы за К. Да. Оно вот так вот. Не как бы, а за К. Так, 10 вариантов. Да, но... Хорошо. Можно просто рассмотрим вот как раз вдольный граф. Первая часть это девочки. Девочки. Можно обозначить его как раз за буковку Д. Так. А вторая часть это мальчики за буковку М. И тогда у нас из каждого... Из каждой вот этой части графа выходит по 4 ребра. А из каждой этой части графа выходит по 3 ребра. Так точно. Но у нас этих ребер одинаково. Ну так как каждая приходит и уходит. Туда, да. Значит, можно записать, что 4D, так как по 4, равно 3М. Да. Двумя способами посчитать количество ребер. Да. Но через это можно выразить М. Это 4 третьих Д. Ну, да. А значит всего у нас 4 третьих Д. Ну, плюс количество девочек. То есть 3 третьих Д. Ну. Это у нас 7 третьих Д. Да. Так как 7 и 3 взаимно простые, то мы можем понять, что количество в классе делится на 7. А-а-а-а-а. Сейчас. А под это условие. А. То есть в классе у нас 7D на 3, да. 7D на 3, а так как оно целое, то D делится на 3, потому что 7 и 3, а значит оно делится на 7. Молодец. И значит у нас количество общее делится на 7, а под это условие подходит только 21. А-а-а-а-а. А-а-а-а. Значит ответ у нас 21. А-а-а-а. То есть все остальное просто туман. Да. Какой-то мгла и туман. Так, хорошо. Отлично. Первую задачу нет. Это я буду стирать, а ты будешь громко и внятно зачитывать условие второй. Вторая задача. Я думаю, позвоню, сотру и название тоже, чтобы больше было места на доске. В двудольном графе все вершины первой доли пронумерованы от 1 до 100. Вершина номер 1 соединена ровно с одной вершиной второй доли. Вершина номер 2 ровно с двумя вершинами второй доли. И так далее. До вершины номер 100 ровно со 100 вершинами второй доли. Все вершины второй доли соединены с одинаковым количеством вершин первой доли. Докажите, что во второй доле больше вершин, чем в первой. Так, значит, это первая доля и их 100, да? Да, всего 100 вершин. Давай я буду записывать. 100 вершин тут. Да. Дальше. Здесь я не знаю, сколько вершин. Да, но из каждой выходит одинаковое количество. Отсюда из каждой выходит одинаковое. Как хочешь обозначить с какой буквой? Н. М? Н. Н. Так, а отсюда еще раз как выходит? Из первой одна. Одна. Из второй две. Из третьей три. Да, из сотой сто. Да, из сотой сто. Так можно понять, что всего вообще... Так, то есть вы поняли, да? Что вот такая странная ситуация. Можно понять. И что нужно доказать? Что здесь больше вершин, чем здесь, да? Да. У-у-у. Так можно понять. Как интересно. Что у нас можно почитать вообще количество вершин. Так как здесь все ограничено. Это можно... Количество вершин или чего? Ой, количество ребер. Ребер, правильно. Почитаем общий количество. Одна до ста, так как из каждой вот устретит там три и так далее. Да, гауссово. Плюс сто. Но по методу, да, можно сделать вот так. Ну ладно, ладно уж. Я думаю, все верят, что ты умеешь это делать. Здесь, значит, у нас сумма в каждой сто один, а их сто. Но так как мы почитаем два раза, то надо поделить на два. И, значит, вершина у нас всего 5050. Ну да, это помнят все наизусть. Сумма от одного до ста равна 5050. Любой математик, если ты его разбудишь в три часа ночи, сразу скажет, чему равна сумма от одного до ста. Так, хорошо. И мы знаем, что это количество ребер. Да, количество ребер. Ну, хорошо. Так. И что же такое? Почему же там больше? Дальше посмотрим. У нас определенное количество вершин во второй. И с каждой выходит одинаковое. Да. Но, значит, вот это количество вершин умножить на количество ребер с каждого выходящего равно 5050. Ну да. А, значит, оба числа делители 5050. Да. Можно даже записать. Правильно, 5050. Это 101 на 5, на 2, на 5. Да, значит, и количество ребер, и количество... Количество ребер из одной вершины, и количество вершин, делители... Числа 5050. Числа 5050. И в чем же проблема, например, что там... Не 5 или не 2. Ну да, там, не знаю, 5, 2х5 это у нас 50, скажем. 50 вершин, и с каждой выходит 101 ребро. Все дело в том, что у нас из сотой вершины вот этого выходит и соединяет ровно со 100 вершинами второй. Во второй, а значит вершин у нас вообще минимум 100. Все, понятно. А 100 быть не может, так как это не делитель числа 5050. Единственное, делитель это... Все, значит, во второй как минимум 100, потому что из последней уходит 100. А надо доказать, что там больше, чем первый. Ну да. Ну да, да. А значит, это 101 или 101 на 5, ну или вот такие... Все как-то такие комбинации. А значит, их точно больше 100. Прекрасно и совершенно очевидно. Так, давай. Мы очень быстро продвигаемся. Третья задача. В сказочной стране Перра-Терра среди прочих обитателей проживают карабасы и барабасы. Каждый карабас знаком с шестью карабасами и девятью барабасами. Каждый барабас знаком с десятью карабасами и семью барабасами. Кого в этой стране больше, карабасов или барабасов? Ммм, да, понятно. Ну да, я типа уже решил. Ну то есть я не ответ получил, но понятно, что делать, да. Итак, давай нарисуем эту ситуацию. Давайте нарисуем. Давай вместе, да, нарисуем? Итак, это карабасы? Да. А это барабасы. Значит, еще раз. Каждый карабас что? Каждый карабас знаком с шестью карабасами и девятью барабасами. Значит, вот сюда от каждого идет шесть. Да. И девятью, значит, девятью барабасами. Да, ну хорошо, девять, да. Тут было шесть. Так, а каждый этот? А каждый этот знаком с десятью карабасами. Ага, сюда идет десять. И семью барабасами. Ага, и семью такими же, как он, барабасами, да? И все дело в том, что в такой задаче... Тихо-тихо-тихо, пусть все нажмут на паузу. Тут уже как бы, может быть, не всем сразу очевидно, как решать. Хотя и предыдущий тоже не сразу был очевидно. А просто надо было увидеть, что сто это, ну, что это сто. Вот, значит, соответственно, обдумайте, кого больше. Нажали на паузу, отжали и слушайте дальше. Вообще можно убрать вот эти шесть и семь между собой. И посмотреть только на то, что происходит здесь. Да, это отвлекающий маневр. Да, отвлекающие условия. Он не имеет отношения к делу. Да, и все дело в том, что можно назвать общее количество, вот, ребер, N. А это количество, как раз, K. Но тогда здесь... Общее количество ребер какое? Ну, которое вот исходит сюда. Между. Да, между. Значит, рассмотрим двудольный граф. Полностью. Между карабасами и барабасами. Двудольный. То есть, проигнорируем ребра, которые ведут от карабаса к карабасам, и от барабаса к барабасам. Потому что они не имеют никакого отношения к тому, что спрашивается. Мало ли сколько друзей у каждого карабаса, и у каждого барабаса среди своих. Тут важно, сколько друзей среди чужих. И действительно, ребер между этими частями в этом двудольном графе знаком столько между карабасами и барабасами. Ну да, там все понятно, да? N. А это тогда K. Ну тогда. Тогда это уже было. Это равно этому. Ну, значит, у нас 9K. Равно 10 на N-K. Можно раскрыть. Тогда получается, что 10N... Нет, подожди, что такое... Что такое K? Это количество карабасов? Да. А N это что такое? N это общее количество, ну, значит, N-K. А, жителей. Да. А, понял. А ребер, соответственно, 9K, и оно же 10N-K. Да. Ну, понятно. Ну, раскрыть, можно получить, что 10N равно 19K. Ну, значит, N равно 1,9K. Ну, да. А K равно... Ну, 1K. А значит, N-K равно 0,9K. А, K больше, чем 0,9K. Значит, карабасов больше. Ну, да, очевидно, да. Очевидно. Очевидно, в общем-то, что больше тех, откуда меньше ребер. Всегда в двудольных графах больше тех, откуда меньше ребер. Потому что, например, ну, как бы, представьте себе, что сотни девочек, и все дружат с Петей. А Петя тоже со ними всеми дружит. Ну, вот он один, их 100. Понятно, что в 100 раз больше. Ну, как бы, у каждой девочки одно ребро, у Петя 100 ребер. Ну, вот, да. То есть, это понятно. Отлично. Очень хорошо. Давай, двигаем дальше. Четвертая задача. Страна состоит из больших и малых городов. Каждый город, и малый, и большой, соединен дорогами с тремя малыми городами и с тремя большими городами. Докажите, что общее число городов в стране делится на четыре. Страна состоит из больших и малых городов. Которые, собственно, и будут двумя долями. А, каждый город, и малый, и большой, соединен дорогами с тремя малыми и с тремя большими, да? А. То есть... Малые города и большие. Так. Две доли. Сейчас. Да, вот это большие, а вот это малые. Да? Ну и тут как бы можно вот так как-то сделать. Да, но это все можно еще, чтобы было понятнее, каким-нибудь другим следом сделать, что это две доли. В общем. Да. Так, ну и опять, тут опять у нас, раз каждый соединен с тремя... Большими. Малыми, да? А каждый малый с тремя большими... Да. То сразу ясно, что их одинаковое количество. Опять же, из этого двудольного графа. Правильно, да, я говорю? Ну, сейчас. Можно обозначить тоже, как общее количество за N. А это за M. Тогда у нас... Количество кого? Не-не, поясняй, поясняй. Четко. Общее количество кого? Общее количество городов. За M. Или за N? За N. А M это больших городов, да? Ой, это малые. Я и так подписала. Это большие. Это пусть большие будут. Они, видишь, какие крупные у меня на картинке. И тогда это будет за букву B. B. А малые... А малые будут M. А они же N минус B. N минус B. Не, ну, раз отсюда 3 и отсюда 3, значит их одинаковое количество, да? По уже предыдущему принципу всему. Да, но... Но надо выявить, да? То есть, опять, мы считаем общее количество тех дорог, которые ведут из большого города в малый. Из какого-то большого в какой-то малый. И получаем, что так как из каждого большого ведет ровно 3 дороги в малый, а из каждого малого 3 дороги в большой, то, естественно, мы получаем 6B равно 3N, то есть B равно N пополам. А значит 3N... Ну, да. ...равно... Сейчас. 6N получается. Сейчас. 3N минус 3B. 3N равно 6B. Ну, да. 3N равно 6B, да. 3N. 3N равно 6B. Да, да, да. Ну, то есть с тех пор. N равно 6B. А значит, N равно 2B. Значит, мы уже знаем, что общее количество городов в стране делится на 2. Ну, и кроме того, мы знаем, что больших и малых одинаковое количество уже. Ну, уже четко можно сказать. Да, но сейчас посмотрим еще. А это тебе не нужно, что ли? Ты как-то не... Не то что... Да, еще по-другому что... Но посмотрим, что вообще происходит внутри. А что надо доказать, что количество городов делится на 4? А, да. Внутри. Мы уже знаем, что... У нас количество... На 2, да. Вообще, вершин графа, оно должно делиться на 2, иначе какое-то ребро выйдет и никуда не войдет. Количество вершин какого графа? Ну, любого. Количество вершин? Ты что? Или ребер? Нет. Количество вершин графа может быть каким угодно. На 2 делится сумма степеней у вершин. А, ну, получается, да. У нас же... Потому что... То есть, если ты из каждой вершинки посмотришь, сколько торчит ребер, из каждой вершинки, сколько торчит ребер, и просуммируешь эти числа, вот это должно делиться на 2. А, потому что... А, так как, да, один входит... Ты два раза посчитал их. Да, по два раза посчитал их, значит, определение на 2 должно получиться... То есть, количество не ребер даже делится на 2, а количество ростков делится на 2. То есть, сумма степеней вершин. Степень вершины – это сколько ребер из неё выходит. Да. Сумма степеней всегда делится на 2, безусловно. Ну, и получается, что у нас вот... А здесь что? И b, и вот n-b, они должны делиться на 2. Иначе что? Ну, из-за этого графа. Ну, из-за вот этой... Не понял, а почему? Ну, оно должно быть делиться на 2. Ну-ка, объясни, это... Дай мне, что там дано. Или я объясню. Каждый город... А, тремя дорогами... Понял. Ты хочешь сказать следующее, что из каждого большого города ведёт 3 дороги внутрь... Да, внутри. Внутри вот этого. Да, я про него говорю. То есть, смотри, значит, по науке это делается так. Рассмотрим под граф. Полный под граф, состоящий из больших городов. Вот как это делается по науке. Рассмотрим под граф. Чаще поворачивайся к публике, иначе мы получим комментарий, что Света Саватеева, конечно, замечательный, но мы всё время смотрим на её спину и хвост. Вот. Значит, итак, из каждой вершины торчит 3 ребра, поэтому всего ростков В умножить на 3. А количество ростков делится на 2. Всегда. Потому что оно... Значит, у нас В тоже делится на 2, так как это тоже заимно. Да, конечно, конечно. Значит, В на слой делится на 2. Да. Но тогда В можно как бы заменить как 2х, а тогда Н равно 4х. Ну, конечно. А значит, Н у нас... Да, доказала. Я буду стирать. Зачитай громко и вдумчиво пятую предпоследнюю задачу. Пятая задача. Можно ли расставить 777 шахматных коней на доске 444 на 444 так, чтобы каждый из них бил ровно 4х других? Можно ли расставить 777 шахматных коней так, чтобы каждый из них бил ровно 4х других? Ровно 4х. Так, 777... Ой, нет, 444, да? На 444, конечно, да? Да, но у нас в удалении... Так, подожди, подожди, подожди. Состоящие из белых и черных коней. Подожди, 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 подожди. Пусть нажмут на паузу пока. Значит, 777 коней. И что нужно, чтобы... Ну, каждый конь бил ровно 4х других. Каждый конь в пальто бьет 4х других. Так, ну я уже понял все, да. Ну хорошо, нажимайте на паузу. Отжимайте. Объясняй. Да, у нас можно сказать тоже про двудольный граф, который состоит из коней белых и коней черных. А, не белых и черных, а на каких клетках? Ну да, на каких клетках? Белые и черные – это фигуры, когда играют шахматисты. Да, так на белых и на черных клетках. Так как белые... Кони на белых клетках не бьют коней на белых клетках, а бьют только коней на черных клетках. С черными так же. То есть, ход конем ведет всегда из черной клетки в белую, а из белой в черную. Поэтому бить может конь только противоположный цвет. Да. И это означает... Ну, и у нас, значит, можно по аналогии с другими задачами поставить, что всего N. Ну, короче, давай так, давай сократим. Это уже сто раз мы делали. N минус B. Из того, что каждый конь бьет четырех других, следует, что белых и черных коней – одинаковое количество. То есть, тех, которые стоят на белых и на черных клетках. Ну, и тоже, если все-таки вот так посмотреть, то... Да ладно, ладно, уже это понятно, все. Значит, из каждого коня ведет четыре битья. Вот, Свет все-таки написала. Свет очень аккуратный, она все разбирает очень дотошно. Ну, пап, ну не буду же я своим ученикам начальной школы говорить вот это, а потом это, потому что все остальное мы уже разбирали. Молодец, молодец, нет, все правильно. Значит, еще раз выпишем уравнение, получаем, что... N равно 2B. 2B, то есть белых коней половина от общего количества. 2B, делится на 2, а значит, у нас не может быть 777 коней. Не может. Так как N нацело делится на 2. Шикардос! Я стираю, последняя задача. Да. Причем почему-то она не самая сложная. Ну, а может здесь сложно как бы и не было вроде. Ну да. Так, это такой, это учебный листок. Сказал папа математик. Без олимпиадных задач. Просто погружение в графы, ну, важнейшая тема. Ну, в общем-то, без нее, конечно, трудно заниматься математикой. Я ее редко разбиваю. Почему я редко разбираю графы? Потому что на графы есть такой как бы метр, можно сказать, монстр графов. Это Андрей Михайлович Шригородский. И я всегда разбираю графы, я с опаской глядуюсь. А вдруг я что-нибудь такое скажу, а он скажет потом. Ага! Алексей Владимирович обманул. Поэтому я редко разбираю графы, это он делает. Но Света разберет, нормально. Так, ну-ка. А, шестая задача? Давай я зачитаю шестую задачу. А ты разберешь. В школе Олимпийского резерва каждый хоккеист дружит с пятью гимназистками. Гимнастками. А, гимнастками. У меня зрение плохое на эти вот. Я могу вот так видеть. Да, гимнастками. А так гимназистками. А так гимнастками. Ну да, вряд ли гимназистка будет дружить с хоккеистом. Хотя всякое бывает. Любви не прикажешь, да? Но с другой стороны, каждый хоккеист с пятью прям. А, ну это ладно, это просто дружба. Так, и пять хоккеистов. А, и пятью хоккеистами из школы, да? Так, сейчас. Значит, каждый хоккеист дружит с пятью гимназистами. Гимнастками. И пятью хоккеистами из школы. А каждый гимнастка дружит с четырьмя гимнастками. И с четырьмя хоккеистами. Все дружбы взаимные. Какое наименьшее суммарное количество хоккеистов и гимназистов, и гимнасток. Короче, х и г. Да. Какое наименьшее суммарное количество х и г может учиться в школе Олимпийского резерва? Да. Во-первых, у нас вообще может быть минимум 11 человек, так как каждый хоккеист дружит еще с пятью хоккеистами. То есть хоккеистов минимум шесть. А, да. А гимнастка каждая дружит еще с четырьмя, значит их минимум пять. Так, хорошо. А значит, в общем, у нас минимум 11 человек. Если дальше вам хочется самим порешать, то нажмите на паузу. Так. Так, можно еще? Да. Там вот эти с пятью, а эти с четырьмя. Да, вот наименьшее. Сразу ясно, кого во сколько раз больше, как всегда. Дальше посмотрим, что у нас уже по аналогии не к раньше задаче. Это Сириус, это школа, это Сириус, наверное. Там и хоккеисты есть, и гимнастки есть. Это Сириус, очевидно. Так, ну давай. Дальше посмотрим. У нас тогда можно вот эти вот обозначить тоже за Н, а это за М. Опять, да? Просто, да, чтобы не вводить ХИГ, потому что это как бы за Х еще перекликается. Ну хорошо, пусть будет Н хоккеистов и Н гимнасток. И тогда у нас тоже не смотрим на эту информацию. Вообще не смотрим. Тогда у нас пять Н равно четыре М. Да, Бильман, кстати, потом покажешь. Я в джинсах. Повел. Насчет гимнастки. Света делает Бильман, выше головы ногу поднимает. Не, ну выше головы. Так, хорошо. Это пять четвертых Н. А значит, у нас всего тоже девять четвертых Н. Это... Стоп, куда ты Н делала? Что? Н. Н где? Так я их вырезала. Ну как бы... Нет, извиняюсь. У тебя где сейчас Н? Числитель или знаменатель? Вот это что такое? Где Н? М равно пять четвертых Н. Что? Я на тебя в знаменатель пошло. А, ну оно не пошло. Нет, ну просто чтобы, знаешь, а то... А, пять четвертых Н, да? Ну, конечно. Пять девять на четыре Н. Ты написала, как пять девять на четыре Н. Потом скажут, что она ничего не знает, только обезьяничает. Типа не знает. Вот. Так, хорошо. Девять четвертых Н, это что? Это... Это вообще получается количество. Мы его выразили через хоккеистов. Ну да. Тогда это опять соимно-простые числа. Значит, общее количество делится на девять. Да, количество всех делится на девять. Да, значит, их вот минимум одиннадцать. А ближайшее число, которое делится на девять, это восемнадцать. Да. И что, пример строится? И даже есть пример, да. Это когда у нас... Пример строится. ...восемь хоккеистов, тогда ребер всего сорок. И десять гимнасток, тогда ребер всего тоже сорок. Не ребер, а этих самых хвостиков, да? А, ребер, нет, ребер, это двудольный. В двудольном графе сорок, да. И тогда у нас получается, что восемь на пять равно четыре на десять. Конечно, да, восемь и десять. Ну, а второе условие, там, кто с кем дружит, это уж какая разница. Главное, чтобы их было не меньше. Их не меньше, и это может быть. Да, считаем двудольным графе. Ну, вот пример, что восемь хоккеистов, десять гимнасток. И тогда все сходится. Шикардос. Сорок равно сорок. Шикардос. Минимум восемнадцать. Так. Ну, ладно. Замечательно. Светочка, это просто замечательно. Только сейчас подумал, что надо было бы еще на флейте тебе сыграть. И прыгнуть этот самый. Да, желательно еще в теннис поиграть. Вот. Так, ну, в общем, вот, Светочка у нас поступила. Теперь будет учиться в седьмом матклассе. Это уже прям не хухрым-хухрымом, да. И время от времени будет выходить и что-нибудь разбирать. А иногда я буду разбирать за нее, если будет мало времени, да? Света, нет? Уже не буду. Ну, то есть, теперь дальше вот то, что уже разобрано, оно сейчас в запасе лежит, оно выйдет. А в дальнейшем задачу будет разбирать уже Света сама. Да. Вот так. Будет мне их рассказывать. Чем дальше, тем сложнее мне будет ее понимать. Даже как когда-то. Мне было все сложнее и сложнее понимать Мишку. И сейчас уже я с огромным трудом пытаюсь понять, что он там нарешал. Да. Вот. Такие вот дела, друзья. Всем маткульт. Пока. Пока.